Привет, друзья! И сегодня у нас будет распаковка и сборка нового нашего станка. Спасибо ребятам из магазина Харви Рус за предоставленную возможность и данный станок. Мы сделаем с вами обзор, попилим, посмотрим, но самое главное сначала распакуем и соберем. Как вы могли уже увидеть и догадаться, это ленточно-пильный станок. Вес данной коробки у нас около 80 килограмм и было довольно сложно ее тащить, но, тем не менее, задощили. Повезло, что сейчас очень много снега и очень хорошо она плыла по снегу, грубо говоря, до мастерской. Оставляется вот в такой, естественно, коробке, проложено все перфорированным картоном. Ой, и она, блин, безумно большая и тяжелая, поэтому я думаю, что, может быть, одному мне не получится ее собрать. Но, тем не менее, мы постараемся и попытаемся. В первую очередь, что нам нужно? Инструкция. Я не стандартный русский человек, я сначала всегда беру в руки инструкцию. Я сейчас полностью распакую его и будем уже разбираться непосредственно на столе, чтобы понять, что к чему. По крайней мере, вот линейка, тем не менее, алюминька, очень красиво выфрезировано все. Приступим. Очень, очень тяжелый чугунный стол. Это самое важное. Я думаю, что весит он как полстанка. В первую очередь, как я и сказал, я сначала соберу подставку, чтобы потом уже поставить станок непосредственно на нее и на ней дальше заниматься уже настройкой. Ну что, в целом, мы готовы для того, чтобы установить станок на место. В принципе, сборка, самая долгая, наверное, это сборка подставки. Ну, а затем это просто регулировки, установки столиков и тому подобные вещи. Я полностью распаковал. Но нужно сейчас изловчиться, чтобы сделать это аккуратно и тупо не надорваться, потому что помочь мне сейчас некому. Сейчас что-нибудь придумаем. Возможно, просто будем подкладывать что-нибудь под станок сам, чтобы более-менее на уровень его столика поднять. Кстати, немаловажно. Я все-все-все-все болты на станине промазал фиксатором резьбы. Вот такой вот у меня фиксатор резьбы. Чтобы, сами понимаете, любая вибрация, она создает опасность раскручивания болтов. В целом, без каких-либо проблем удалось поднять, просто аккуратно приподняв, немного перекинув. В целом, все, выставлено соосность. И на вот такие вот болты с гайками мы все это сажаем. Установил станок непосредственно на станину, все собрал, все закрепил, все на фиксаторе резьбы. И так вот выглядит прикольная такая штука. Дальше осталось, естественно, поставить непосредственно сам распиловочный стол. Он тяжелый, чугунный, сейчас будем смотреть, как это сделать. Ну и в целом, остальные прибамбасы. Сейчас я буду это показывать. В принципе, сама сборка станка, ну она такая себе прям как сборка, да. Больше это настройка, потому что, как я и говорил ранее, что самое сложное, это, наверное, собрать сам стол. Остальное настройка, в инструкции все есть, остальное все зашибись. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Самое главное, что тут все по-русски. Вот так это первое колесо. Опять же, для самой безопасности есть концевики. Это самое главное, что в случае резкого, случайного открытия у вас станок остановится. Так же и снизу. То же самое, есть концевик. Есть щеточки для того, чтобы чистить непосредственно приводное колесо. Приводное колесо алюминиевое, прорезиненное, дюралевое, возможно, прорезинено. Вот. Привод на ремне. Самое главное, что можно менять скорость, привод меняя, как на токарном станке, то же самое перекидывая. Но здесь всего две скорости, поэтому, я думаю, мы будем пилить все время на одну. Также самое важное. У нас есть два запасных ремня, которые здесь установлены. Это самое важное, потому что во многих других станках его просто нет. Все это выглядит довольно интересно, прикольно. Но нужно изучать. Нужно изучать мануал. И, кстати, сделано прикольно в том плане, что специально разные значки, то есть закрыто здесь по одному, а здесь закрыто по другому. Чтобы, грубо говоря, по запарке ты случайно ничего не открыл. Открывается все обычно с лицевой автверткой, самое интересное. Покрашено реально прикольно, краска как такова нигде не имеет, сколов, интересно. Еще раз повторю, что это компания Jeep. А официальный дистрибьютор данной марки Jeep является Harvey Roos в России. Так сказать, импортер из Китая. Безусловно, опять же, станок китайский. У нас сейчас все китайское, друзья. Поэтому, а китайцы набирают обороты в плане качества, и для дома этого станка мне хватит вот так. Как и всего остального, что у меня есть, поверьте. Понятно, что если вы возьмете эту штуку на мебельное какое-то производство, возможно, через какой-то промежуток времени он у вас что-то начнет выходить из строя. Но, опять же, не факт. Шнур питания 2 метра, но это стандартно. Ну и, естественно, аварийная кнопка, кнопочный пост, аварийного выключения. Это как и везде во всех станках. Поэтому сейчас развернемся в другую сторону, посмотрим. Кстати, я не упомянул, но данный комплект не поставляется с колесами. Очень жаль, но, в принципе, на самой фотографии станка в инструкции колеса есть. Там есть небольшая такая, так сказать, станинка с домкратом, что ли, что-то подобное. Когда ты немного приподнимаешь относительно самых ножек и можешь катать его. Да, это как бы вещь реально полезная, наверное, потому что довольно тяжелый. Хоть на ножках есть резиновые накладки, позволяет его двигать. То есть, я его могу перемещать, но, тем не менее, поверьте, перемещать 80 килограмм такое себе удовольствие. Непосредственно крепление самого стола и перемещение под углом, чтобы делать распил под углом. Кстати, намазюкан очень много смазки. Теперь же пройдем по основным движущим характеристикам. Это двигатель. Двигатель на 550 ватт, ну и все стандарты работают от сети 220. Как написано, что 3,8 ампера. Непосредственно все элементы закрыты. Самое важное, что у нас есть наглядная инструкция по сборке на русском языке. И наглядная, повторю. Нам нужно соотнести несколько деталей. Вот эту деталь. Вот эту деталь. И непосредственно сам чугунный стол. Вот, все здесь есть. Сейчас будем заниматься этим. Ребята, стол, конечно, но это прям мое почтение. Слой как бы прям такой очень ядреный. Ну реально, весит он, я думаю, в районе 15-20 килограмм. Непосредственно сама поверхность. Нам сейчас нужно прикрутить посадочное на перемещающийся блок. Опять же, возвращаемся к нашей инструкции. Делать ничего не будем. Фуф. На самом деле, со скрепящими зубами у меня получилось его закрепить. Сейчас поставим в ноль. Ну, вроде бы, выглядит довольно серьёзно. Опа! Вполне себе. Кстати, да, нужно упомянуть, что всё смазано хорошим транспортировочным маслом, и я весь в говне. Переходим к дальнейшим манипуляциям. Ну, теперь после установки столика, станок точно стал вообще неподъёмный, я его протёр, теперь он такой весь классный, красивый. Крепим направляющую параллельного упора, как я и сказал. Я взял свои шайбы, потому что основные шайбы, которые нужны были для него, я использовал не по назначению, а именно подложил дополнительно под стол. Кто же знал-то? Следующее мы закрепим ручку и рукоятку на кривошипный механизм непосредственно ремня, для того, чтобы перекидывать можно было ремень. Далее идёт сборка непосредственно самого параллельного упора. Он состоит из двух комплектующих. Это вот такая вот деталь, которая ползает непосредственно в направляющих параллельного упора и держится за рельсу с той стороны, получается, с помощью барашка. Вот так она устанавливается и всё, она фиксируется, либо перемещается. Очень хорошо подобран на самом деле выфрезерованный материал, ну, люфтов как таковых нет, всё замечательно. Ну, и непосредственно сам параллельный упор. Крепится он с помощью вот таких вот барашков и одного большого фиксирующего. Крепить его можно с двух сторон, либо так, либо положить шайбу с двух сторон, вот таким вот образом помещается. Также перемещается непосредственно в направляющий. Всё, есть. То же самое проделывается со второй. Предварительно, естественно, я неправильно сделал. Предварительно это сделать вот так нужно. Ну, и также здесь. Вот. Готово. Естественно, мы можем её перемещать, как нам угодно. Ну, и непосредственно регулировочный барашек. Вот так это выглядит. Непосредственно данные барашки позволяют отрегулировать по угольнику. Сейчас есть небольшая неточность. Отпускаем. Соответственно, есть перемещение здесь примыкает, а снизу ещё нет. Соответственно, этот барашек выгоняет вверх. Нам же нужно сделать ровно. Ну, идеально ровно. Также хотелось бы указать, что есть регулировка высоты пропила, то есть защита. Два. Это фиксация. И непосредственно перемещение. Поднятие, опускание и тому подобное. Очень удобно. И самое главное, что я не сразу догадался. Ибо в инструкции про это не указано, а вот так. Так же у нас ещё есть непосредственно толкатель с упором под углом. Толкатель с упором выглядит у нас вот таким вот образом. И непосредственно выглядит это вот таким образом. мы выставляем. И мы можем пилить всевозможные штуки под углом, грубо говоря. Либо торцевание, либо всё, что угодно. Ну, там, 60 градусов. Нужно будет обязательно смазать все пазы. И можно будет работать. Сейчас, я думаю, мы его подключим и попробуем сделать первый какой-то запил, так сказать. Разобраться, посмотреть, натянуто ли у нас. Ну, я думаю, натянуто. И само по себе отрегулировать ещё её. Ну что, попробуем сделать первый пробный запуск. На самом деле, станок работает очень тихо. По сравнению с моим старым белмашевским 3 в 1 распиловочным. Когда его заводишь, у меня соседи подпрыгивали. А это прям очень тихо. Ну, в любом случае, понятно. Это пока что возможно. Ну, давайте попробуем что-нибудь распилить. Условно говоря, вот эту вот дощечку. Обязательно воспользуйтесь средствами защиты. Я возьму такие. Супер. Лента пока что ещё в смазке, но я думаю, сейчас она уберётся. Но самое приятное во всём этом, что визуально весь станок уже симпатичный, в отличие от остальных других предыдущих моих. И удобно снимать над ним, на самом деле. Ну и плюс то, что это более-менее уже безопасно. Опять же, самое главное, что ничего не отлетит и что-то подобное. То есть, не страшно. Не нужно, как на круглопильном станке, постоянно отпихивать эти мелкие детали, потому что они могут тебе рикошетнуть обратно. А здесь, ну, как бы ничего. Сделаем из фанеры попозже маленький толкатель, чтобы отпихивать детальки. Ну, тем не менее, смотрите, угол. 90. 90, я думаю, всё-таки у нас есть. Именно вот перпендикулярно расположение непосредственно самого стола относительно ленты. Самое главное, подавать материал не спеша. Естественно, если ты будешь подавать его очень быстро, ленту будете слегка уводить. Но, тем не менее, я думаю, что мы можем сейчас немного ещё попробовать поиграться с настройками и поджать ленту сильнее непосредственно фиксаторами. Ну, это уже непосредственно сами настройки. А так, сам по себе станок просто бомбезный. Я не... до сих пор не могу отойти. И очень... очень прикольно. Я доволен и счастлив. Спасибо ещё раз ребятам из Харви Рус. Ссылочка, естественно, на всё это добро будет в описании. Всё как обычно. А сейчас мы сделаем распил вдоль. Получаются вот такие вот ламельки. Я очень долго мечтал, на самом деле, чтобы делать вот такие маленькие, тоненькие вещи. Потому что на большом, на моём распиловочном станке такие вещи делать, ну, просто тупо опасно. А здесь это максимально безопасно. Даже получилось сделать вот такой вот. Тонюсенький, в 2 мм. Прикольно, да? Итак, сейчас запрягаем. И приступаем. И что мы получаем? Красоту. Это ещё даже тоньше. Это полсантиметра. Смотрите, как классно. Быстро шлифануть, и будет идеально. Можно делать уже какие-то интересные доски с инкрустацией. Но это прям кайф, реально. Классная. Классная тема. Ну что, ребят, я считаю, что данная штука безумно, просто безумно меня сделала счастливым на данный момент. Я впереди вижу кучу интересных проектов, чем мы будем заниматься, в том числе, соотнося их с токарными работами. И вообще, спасибо большое ещё раз ребятам из магазина Харви Русс, которые предоставили мне данный станок, марки Джип. Также у меня такой же станочек токарный, тоже марки Джип. И я полгода его гоняю просто в хвост и в гриву. И до сих пор ничего у меня не сломалось и не сдохло. Что самое важное. И я думаю, что вам стоит посмотреть. Данный станок, это уже не начальный уровень, а чуть подороже. Начальный уровень будет, естественно, дешевле. Это где-то что-то среднее получается. Именно потому, что довольно большой размер распиловки. Так что данный станок всё-таки я смогу использовать вообще во многих, во многих проектах. Чего и вам советую. Вы можете посмотреть это внизу по ссылочке в описании. Ещё раз повторяю, станок этот уже не начального уровня, но просто потому, что мне требовалось довольно большой размер распиловки. Вещь универсальная, ей можно и доски распускать, всё что угодно. Но, естественно, как бы в первую очередь это для мелких работ. Очень круто и интересно. Спасибо большое, что посмотрели данный обзор. Как бы я поделился своей радостью. Вы, я надеюсь, порадуете за меня. Напишите комментарий, напишите ваш отзыв, а также поставьте лайк или дизлайк. Ну, как бы всё зависит от вашего настроения. Спасибо большое за просмотр. Пока, ребята.